Приобрести жилье одно из первостепенных задач молодой семьи. Однако купить долгожданные квадратные метры может не каждый. Теперь решить этот вопрос стало несколько проще. Региональная программа губернаторская ипотека станет хорошим помощником в осуществлении мечты. В этом году в бюджете 2018 года предусмотрено порядка 40 миллионов рублей на компенсацию первоначального взноса. Это также дает возможность простимулировать и люди могут приобрести и поучаствовать в этой программе. В основном это работники социальной сферы, это врачи, учителя, работники детских садов. И эта программа очень востребована. Ставка по ипотеке в России опустилась до минимума. Сейчас в среднем она составляет около 10%. Поэтому спрос на жилье начал расти. А как говорится, спрос рождает предложение. Поэтому Ульяновская область активно ведет работу по строительству новых жилищных комплексов. Сегодня регион является лидером по вводу жилья в Приволжском федеральном округе за 2017 год. Мы выполнили индикативный показатель Ульяновской области и сдали 960 тысяч квадратных метров жилья. Темпы, я думаю, что сбавлять не будем. И сейчас самая главная задача – это как простимулировать спрос. Губернатор Сергей Морозов посетил сразу несколько строительных площадок города. Проверил, на каком этапе строительства находятся объекты. Что нового и современного будет в будущих жилых домах. Какие объемы и сроки губернатору рассказали в ходе осмотра строительных площадок. Практически все, что строит город Димитровград за год. Они там 60 тысяч строят. А это в одном только в этом комплексе будет 40 тысяч. 2500 тысяч человек. Это 50% того, что было построено в городе Ульяновске в 2004 году. Строительство комфортных технологичных домов невозможно без качественных строительных материалов. В рамках осмотра строящихся объектов эксперты посетили завод «Евроизол». Здесь находятся линии по производству базальтового утеплителя. Чиновники смогли лично убедиться и понаблюдать за процессом изготовления необходимых в строительстве материалов. Наш плавильный агрегат – единственный пильник, который ведет в процесс непрерывного плавления сырья для минерал-латной промышленности, газовым оградом. После всех практических вопросов прошло совещание по развитию жилищного строительства. Было подписано соглашение между Банком жилищного финансирования «Кошелевбанк» и Министерством промышленности, строительством жилищно-коммунального комплекса и транспортом Ульяновской области. Согласно этому соглашению работники бюджетных предприятий, которые у нас проживают на территории области, смогут, обратившись к банку-партнеру, это Кошелевбанк, воспользоваться условиями губернаторской ипотеки, а также снизить процентную ставку, либо ее отправить на первоначальный взнос, либо понизить процент. По нашим расчетам этот процент можно снизить до 6,5%. За годы работы программа губернаторской ипотеки показала свою высокую эффективность. Размер выплат для погашения первоначального взноса в 2018 году увеличен со 100 до 150 тысяч рублей. Первыми участниками губернаторской ипотеки в этом году стали работники медицинской сферы. В ближайшее время будет разработан план создания Центра содействия строительства. Уникальность проекта будет заключаться в том, что в нем будут работать представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов по строительству жилья. Мы будем через этот Центр содействия строительства сопровождать все проекты по строительству и жилых, и промышленных, и сельскохозяйственных, коммерческих объектов, ну и объектов общественного и административного назначения. За каждым проектом мы будем закреплять специального менеджера, который будет оперативно решать конкретные проблемы при реализации проекта, оказывать консультативную и информационную поддержку, который будет формировать специальную дорожную карту, такой перечень необходимых мероприятий по реализации проекта с указанием сроков и ответственных органов, и который будет обеспечивать взаимодействие с органами, если надо, федерального, регионального и муниципального уровня. Все эти меры необходимы для того, чтобы отрасль строительства стала одним из ключевых драйверов роста экономики Ульяновской области. Кристина Жакот, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.